Всем привет! Ну что, у нас сегодня среда, и у нас сегодня главный матч, это матч Кубка России между Спартаком Московским и Зенитом. Вот, это первый матч, четверть финала пути РПЛ Кубка России. Первый матч. Будет ответный матч в Питере 16 апреля. Вот. Ну что я хочу вообще сказать. Слушайте, ну Кубок России превратился в Кубок физкультурников, если честно. Потому что непонятно, зачем эти матчи с переходом в путь РПЛ, с переходом там еще непонятно куда. Да, просто, ну, это уже не Кубок России, а реально Кубок физкультурников, да. Вот сейчас будет два матча Спартака и Зенита. Так они, скорее всего, в финале потом и встретятся, эти две команды. Большое вероятное. Ну и зачем это все? Как в прошлом году ЦСКА 2 пришлось обыгрывать Краснодар. Вот. Это первый. Второй момент. Ну, ребят, слишком много в сезоне матчей с Зенитой и Спартака. Вот честно скажу. Двух матчей, ну, максимум трех. Хватит. Да, один в Москве, а другой в Питере, да, и этого хватит. Сейчас перенасыщение. Может, в этом сезоне будет пять матчей. Пять матчей Зенитой и Спартака. Это слишком много. Мы ждем эти матчи, потому что их мало, потому что эти, там, очень противоположные команды. Они друг друга ненавидят, тому подобное, да. Но пять матчей, то есть, будет минимум четыре матча в этом сезоне между Зенитом и Спартаком, да. А может, будет и пять. Вот. Я считаю, это перебог. Вот. И вот к этому матчу, да, я уже отношусь так как-то, ну, с прохладой, да. Это второй момент. Третий момент. Скорее всего, там будет играть второй состав. Вот. Семак первого апреля дал интервью на официальном сайте Зенита. Сказал, что с большой долей вероятностью будет ротация составов Зенита. Я так и не понял, это была первоапрельская шутка или это действительно так. Я склоняюсь, что это будет действительно так. Вот. Почему так? Потому что он вчера Ростов выставил второй состав с Химикой. Правда, выиграл по пенате, но все равно выставил второй состав, да. Вот. И, скорее всего, Семак тоже понимает, что это непонятный какой матч. То есть, первый матч о Спартаком, который проходит в Москве, там, возможно, от этого матча мало что зависит. Потому что все будет решаться во втором матче. В ответном матче в Питере, да. Даже если сейчас Зенит проиграет 3-0, даже представим, тогда, да, но все равно все будет решаться во втором матче. Как в матче с Динамо на кубах. То же самое решалось все в Питере. Вот. Поэтому, возможно, действительно, Семака выставит второй состав. Это такой первый момент этой мысли. Второй момент. То, что... Что будет означать вылет Зенита в этом раунде от Спартака? Совершенно ничего. Ну, вот, допустим, кто, допустим, Спартак вылетит, пройдет дальше в пути РПЛ-Зенит или Спартак. Какая разница? Проигравшая команда, она идет в полуфинал Пути Регионов. А там всего два матча остается до финала Кубка России. Или как это называется сейчас? Суперфинал. Вот так это называется. Суперфинал, который проходит в Лужняках. Вот. Проигравший, да, в этом вот раунде, он вылетает в полуфинал, сразу в полуфинал Пути Регионов. Да. Ну, там, правда, сейчас Ростов и Динамо будут играть между собой, да. Но все равно это Пути Регионов. Там всего два матча. Там никаких выездных матчей не будет, да. Там будет всего два матча. То есть полуфинал и финал Пути Регионов. И все. И ты попадаешь в финал. То есть, по сути, если так подумать, что вот этот матч, два матча с Зенитой Спартака в Пути РПЛ, они, по сути, они ничего не значат. То есть, вполне вероятно, что обе команды будут выставлять второй состав. По крайней мере, усеченный. И мне кажется, что, возможно, Баскаль тоже выставит там усеченный состав. Потому что, ну, от этого противостояния абсолютно ничего не зависит. Ну, так только сказать, ну, мы обыграли Спартак. Или мы обыграли Зенит. Потому что команда, которая которая побеждает противостояние Зенит-Спартак, да, в полуфинале Пути РПЛ, она выходит на победителя пары ЦСКА-Балтика. Ну, скорее всего, там ЦСКА будет. Ну, представьте, вы будете играть в ЦСКА в финале двухравнового противостояния. Или же вы будете там играть с более такими слабенькими сопережьями. Ну, возможно, там будет Динамо, да. Зенит опять будет с Динамо. Вот, но... Опять же, абсолютно бесполезность этих всех противостояний. Вот сейчас Зенит-Спартак, оно абсолютно ненужное. И тренер, я думаю, обеих команд понимает, что зачем вообще играть там. Давайте, пацаны, выставим вторым составом и будем играть. Вот, никакого противостояния такого лютого нет. Чемпионате России, да, эти команды бились. В Москве, а потом в Питере, да. Но сейчас в Кубке России ради чего играть? Ради какой идеи играть? Абсолютно непонятно. То есть, вот, я вот так и не понял, что выгоднее сейчас Зениту обыграть Спартак, пройти Спартак и там играть двухраундный раунд ССК или же идти по пути региона. Непонятно абсолютно. Вот, в общем, вот такие у меня задумки. Теперь про матч. Опять же, я еще второе повторяю. Я не понимаю, какие составы выставят там команды. Я думаю, у Зенита будет усеченный состав. Ну, даже усеченный состав Зенита, он посильнее из основного состава Спартака. Ну, вот. По-моему, два матча подряд уже Зенит не забивает Спартаку. Да и Спартак не забивает Зениту. Ну, вот. Поэтому, я не знаю, что тут ставить. Скорее всего, думаю, Зенит выиграет. Или же ничья будет. Вот. И мой прогноз на этот матч это тотал матча больше двух с половиной. Я считаю, что там голов будет много. Вот. Так что, когда не знаю, что ставить, да, когда не уверен, как победить какой-то команды, ставь тотал больше. Мне кажется, что команда играет в атаку, Зенит играет в атаку, Спартак в обороне совершенно не умеет играть. Вот. Как мы видели. Вот. И поэтому, я считаю, что там будет много голов. Тотал матча больше двух с половиной. Классическая ставка на этот матч. Вот. Ну, а другие ставки на этот матч, интересные ставки на этот матч, вы узнаете в моем телеграм-канале. Ссылка на телегу, в первом комментарии к этому руку. Обязательно переходите, потому что я там опубликую очень интересную ставочку, заходную, с очень высоким коэффициентом. Так что, ждем этого матча. Ну, я уже не так сильно жду, да, но все равно посмотреть, я думаю, стоит очередное противостояние «Спартака» и «Зенит». На сегодняшний раз на Москве. И я, конечно же, буду болеть за «Зенит» и за «Тотал» больше. Всем пока.